Лев Шейнин. Военная тайна. Часть 24. Читает Геннадий Постригайло. Господин Винкель принимает решение. Хотя владелец завода фруктовых вод господин Винкель имел все основания быть довольным ходом дел и особенно новым компаньоном, он все чаще начинал задумываться над будущим. Винкель никак не мог примириться с тем, что на своем заводе он мог держать не более 25 рабочих. Кроме того, его беспокоила судьба филиала фирмы, в свое время существовавшего в Баварии, в небольшом городке между Нюрнбергом и Мюнхеном. Этот филиал Винкель открыл еще в 1938 году, приобрел необходимое оборудование и помещение и наладил производство фруктовых вод. Филиалом тогда управлял дальний родственник Винкеля Август Карлсон. Пожилой и солидный человек, не имевший средств для открытия собственного предприятия и потому работавший у Винкеля на процентах с оборота. Дело в свое время шло недурно, тем более, что оборудование, приобретенное для филиала, было более совершенным, чем то, на котором работал основной завод. Когда Бавария оказалась в американской зоне оккупации, Винкель потерял связь с Карлсоном и даже приблизительно не знал, где тот находится и чем занимается. В те страшные дни, когда рушилась Третья Империя и творилось бог знает что, господин Винкель забыл не только о своем дальнем родственнике, но даже о самом филиале, которым тот управлял. Кого интересовали в те годы фруктовые воды, когда никто не знал сегодня, что ожидает его завтра, все полетело к чертовой матери, и было похоже, что люди вообще навсегда забудут о существовании лимонада, вишневой воды и тому подобных напитков. Теперь, когда Винкель обрел душевное равновесие и пришел в себя, а коммерческие дела его пошли хорошо, он вспомнил о своем баварском филиале и решил посоветоваться с компаньоном, все больше ему нравившимся. Что и говорить, этот румяный, всегда веселый Винкель был настоящим коммерсантом. Дело знал превосходно, отлично организовал сбыт продукции, хорошо вел бухгалтерию и, судя по всему, был честным малым. Винкель ни разу не поймал его хотя бы на малейшем обсчете. Вот почему однажды вечером, когда компаньоны закончили свои расчеты за очередной месяц, Винкель завел разговор на интересующую его тему. — Я слышал о вашем филиале, — произнес Бринкель, поигрывая карандашом. — Если не ошибаюсь, он находится в известном городе-заповеднике между Нюрнбергом и Мюнхеном. Не то Ротенбург, не то Альтенбург. Я когда-то совершал автомобильную прогулку по Баварии и посетил этот любопытный городишко. — Совершенно верно, — ответил Винкель. — Это город-музей. Там нет ни одного здания моложе пятнадцатого века. Сохранились крепостные укрепления, древний замок и все прочее. Когда вы входите в этот странный город, у вас создается полное впечатление, что вы попали в средневековье. В свое время я тоже побывал в этом городке и понял, что там можно по дешевке арендовать помещение для производства фруктовых вод. Так я и сделал, и быстро нашел общий язык с бургомистром. — Насколько я понимаю, — улыбнулся Бринкель, — вы теперь подумываете о восстановлении своего филиала. — Вы недалеки от истины, — ответил Винкель. — Я хорошо понимаю вас, тем более, что там лежит без использования оборудование. Скажу больше, говорят, что там и теперь можно получить дешевую рабочую силу из числа перемещенных лиц. — Что вы говорите? — воскликнул Винкель. — Это очень любопытно. И кто же ведает этой рабочей силой? — Разумеется, американские оккупационные власти, — сказал Бринкель. — Какой-нибудь военный комендант или представитель их управления по делам перемещенных лиц. — Эбрика! — неожиданно хлопнул он себя ладонью по лбу. — Я вспомнил интересный факт. С месяц назад я случайно встретил одного старого приятеля. Он был здесь проездом. И он мне сказал, что какой-то американский майор, ведущий перемещенными лицами, тоже интересуется делом, похожим на ваше. — А именно? — с интересом спросил Винкель. — Этот майор является сыном одного из владельцев американской компании, изготавливающей их знаменитый напиток Кока-Кола. Так вот, майор решил подыскать делового человека, который взял бы на себя изготовление на месте этого напитка из порошка, который будут привозить из Америки. Возить оттуда Кока-Кола в готовом виде нет смысла. Дорого обходится доставка. А порошки — это совсем другое дело. Обо всем этом Бринкель рассказывал с самым равнодушным и даже скучающим видом, по-видимому, не замечая, что компаньон слушает его рассказ с самым жгучим интересом. — Послушайте, дорогой компаньон, — начал, наконец, Винкель, — то, что вы мне рассказали, более чем интересно. Буду с вами откровенен. Дело в том, что я все чаще подумываю о своем филиале. Согласитесь, что при здешних порядках, когда нельзя иметь более двадцати пяти рабочих, мы никогда не сможем развернуть дело так, как нам бы этого хотелось. — К сожалению, к нашему величайшему сожалению, — со вздохом произнес Бринкель. — Что делать, когда установлен такой порядок? — Что делать? — Хо-хо-хо-хо-хо! — повторил Винкель и так захохотал, что его компаньон с удивлением на него посмотрел. — Я вам скажу, что делать, милейший Бринкель, если вам это угодно знать. — Скажите, я сгораю от любопытства. Винкель встал, плотно притворил дверь и, перейдя почему-то на шепот, произнес. — Мне надо отсюда переехать туда и найти там этого майора, о котором вы говорили. — Я готов брать его порошки, чтоб он ими подавился, и делать эту коку, лишь бы он дал мне дешевую рабочую силу. Получив ее, я налаживаю и наши фруктовые воды и пущу их в оборот. Вы же, дорогой мой Бринкель, останетесь здесь продолжать наше дело. Я вам вполне доверяю. Два раза в год мы будем производить с вами наши взаимные расчеты на общих основаниях, как делаем это теперь. — Как вам нравится эта идея? — Нравится, — подумав, ответил Бринкель. — Разрешите только уточнить. Говоря о взаимных расчетах, вы имеете в виду прибыли обоих предприятий или только того, которым буду управлять я? — Я имею в виду половину прибыли здешнего завода, а также треть прибыли баварского филиала, за исключением процентов за амортизацию оборудования плюс 15% от оборота в мою пользу на представительские и организационные расходы, — ответил Бринкель. — 15% многовато, дорогой компаньон, — возразил Бринкель, и коммерсанты начали торговаться, пока не сошлись на 10% от оборота, после чего остались вполне довольны друг другом. А через 10 дней господин Бринкель явился к военному коменданту и доложил, что внезапно исчез его компаньон, по-видимому, уехавший в американскую зону. Поэтому господин Бринкель убедительно просил достопочтенного и глубоко уважаемого господина полковника дать указание о переводе всего предприятия на его Бринкеля имя. Сергей Павлович сказал, что подумает, и попросил Бринкеля прийти за ответом на следующий день. Когда Бринкель ушел, Сергей Павлович послал машину за полковником Бахметьевым и рассказал ему о бегстве Винкеля и просьбе Бринкеля. — Я в курсе дела, — спокойно сказал Бахметьев. — Черт с ним, с этим Винкелем! С воза долой, кобыле легче. Что же касается Бринкеля, то можете спокойно дать ему патент на все предприятие. Надеюсь, что этот не сбежит, — добавил Бахметьев. На следующий день господин Бринкель стал полноправным владельцем завода фруктовых вод. Перебравшись с дочерью в Западную Германию, господин Винкель быстро освоился с новой обстановкой. Прежде всего он поехал в Ротенбург, где находился филиал его завода. Ротенбург и в самом деле был удивительным городком. Еще когда Бавария была королевством, не то королю Максимилиану IV Иосифу, не то его любимому министру французу Монжла, пришла в голову идея сохранить как заповедник баварской старины во всей ее неприкосновенности этот средневековый городок. С его узенькими улочками, островерхими зелеными от времени крышами, крутым крепостным балом с каменными бойницами, древним замком и сохранившимся порталом собора, воздвигнутого еще в XII веке. Издавна было строжайше воспрещено сооружение в этом городе-музее хотя бы одного нового здания. И, напротив, все разрушившиеся от времени средневековые узкие дома тщательно реставрировались. Так и стоит между Нюрнбергом и Мюнхеном этот средневековый, похожий на театральную декорацию, городок. Старинные наивные вывески цеховых мастеров, средневековых кузнецов, трактиров и парикмахерских, удивительные часы на городской ратуше, вот уже несколько веков отбивающие уходящее время и провожающие каждый ушедший час появлением в особом окошке деревянной фигурки, «Все говорит здесь о временах, ушедших давно и навсегда». Приехав в Ротенбург, господин Винкель прежде всего убедился, что все оборудование его филиала находится в целости и сохранности. Выяснилась и судьба Августа Карлсона, умершего в самые последние дни войны. От его вдовы Винкель узнал, что в Баварии никто пока не занимается производством фруктовых вод и что незадолго до своей смерти Август Карлсон был вынужден остановить завод ввиду полного отсутствия сахара и невозможности достать взамен его хотя бы сахарин. Вдова сообщила Винкелю, что в том самом лагере, где жили восточные рабочие, работавшие на заводе, теперь снова существует лагерь. В нем содержатся советские юноши и девушки, привезенные сюда из разных городов американской зоны оккупации. Лагерь этот находится на расстоянии трех километров от Ротенбурга. Собрав столь важные и отрадные сведения, Винкель помчался в Нюрнберг разыскивать американского майора, о котором ему рассказал Бринкель. В Нюрнберге без особого труда Винкель узнал, где находится управление по делам перемещенных лиц, и выяснил, что его возглавляет майор Грефс. На следующий день Винкель добился приема у майора. Узнав, что Винкель является владельцем завода фруктовых вод, Грефс принял его самым любезным образом. В разговоре с майором Винкелю как нельзя больше помогла информация о его родственных и деловых связях с фирмой Кока-Кола. Винкель сразу взял быка за рога. — Вопрос, по которому я явился к вам, глубоко уважаемый господин майор, — сказал Винкель, — не имеет никакого отношения к вашей служебной деятельности. Я случайно осведомлен о том, что вы в какой-то мере представляете здесь знаменитую американскую фирму Кока-Кола. — Позвольте прежде всего спросить вас, в какой мере это соответствует действительности. Грефс, сразу насторожившийся, с интересом посмотрел на господина Винкеля. — Прежде чем ответить на ваш вопрос, — сказал он, — позвольте выяснить, мистер Винкель, с какой стороны это может интересовать вас. — Охотно объясню вам, — ответил Винкель. — Как я уже сказал в начале нашего разговора, я давно являюсь владельцем старинной немецкой фирмы по производству фруктовых вод. До последнего времени один из моих заводов работал в Ротенбурге. Теперь, когда война окончена, я хотел бы вновь заняться своим делом, учитывая, однако, при этом интересы американских фирм. — И чем же вызвано столь заботливое отношение к интересам американских фирм? — с улыбкой спросил Грефс. — Очень просто, достопочтенный господин майор. Я уже не молодой человек, знаю жизнь, немножко разбираюсь в политике и понимаю, что немецкие промышленники в настоящее время должны считаться с интересами американских фирм, если хотят реально работать и спокойно жить. — Ну, то, что вы говорите, делает честь вашему здравому смыслу, — произнес Грефс. Допустим, на одну минуту, мистер Винкель, что я в какой-то мере представляю здесь фирму Кока-Кола. Что же вы в связи с этим могли бы нам предложить? — Я с большим удовольствием принял бы на себя, господин майор, изготовление и реализацию столь прославленного напитка наряду с фруктовыми водами, которыми я занимаюсь всю свою жизнь. Грефс задумался. Он давно уже подыскивал подходящего человека для организации филиала фирмы Кока-Кола в американской зоне оккупации. Этот пожилой немец, по-видимому, был настоящим коммерсантом, и с ним, пожалуй, имеет смысл вступить в деловые отношения. Однако Грефс решил проверить, действительно ли Винкель является владельцем завода фруктовых вод. Поэтому, не дав на этот раз ответа на предложение Винкеля, Грефс попросил его зайти через два дня. Этого срока оказалось вполне достаточно для того, чтобы убедиться, что в Ротенбурге действительно существовал завод фруктовых вод, принадлежащий Винкелю, и что, кроме того, он имел еще один такой завод в городе, находившемся теперь в советской зоне оккупации. Справки, собранные Грефсом, говорили в пользу Винкеля, как владельца старой и солидной фирмы. Через два дня, когда Винкель вновь явился Грефсу, тот принял его самым любезным образом и вступил в деловые переговоры. Было решено, что Винкель возобновит производство фруктовых вод на своем Ротенбургском заводе и организует там же изготовление напитка Кока-Кола из порошков, которые он будет получать из Америки. 50% чистой прибыли, как от реализации напитка Кока-Кола, так и от сбыта фруктовых вод, Винкель обязан отчислять в пользу фирмы, которую представлял майор Грефс. Когда переговоры были закончены и привели к полному согласию обеих сторон, господин Винкель в очень осторожной форме поднял вопрос о рабочей силе. Только теперь Грефс сообразил, что Винкель был осведомлен о его служебном положении еще тогда, когда явился в первый раз. — Я вижу, господин Винкель, — с ухмылкой произнес Грефс, — что хотя вы при первом визите и заявили, что ваши предложения никак не связаны с моей служебной деятельностью, на самом деле вы именно ее имели в виду. — Дорогой мистер Грефс, — ответил Винкель, — согласитесь, что я не могу отвечать за то, что служебная деятельность некоторых американских офицеров отнюдь не мешает им заниматься коммерческими делами. В соответствии с этой здоровой, позволю себе заметить, традицией намерен поступить и я. Грефс расхохотался и благосклонно похлопал господина Винкеля по плечу. — К чему же сводится конкретно ваше желание в смысле рабочей силы? — спросил он. — Я полагаю, что на первое время двести рабочих меня бы устроили, мистер Грефс, — скромно сказал Винкель. — Ну что ж, пока я имею возможность пойти вам навстречу, — ответил Грефс. Перемещенные лица, которые находятся в лагере, расположенном недалеко от Ротенбурга, о чем, как я полагаю, вам уже известно, могут быть выделены в ваше распоряжение. Для этого вам придется подписать соглашение со мной как с начальником окружного управления по делам перемещенных лиц. Вам известны условия? — Нет, мистер Грефс, — ответил Винкель. Но я надеюсь, что это обойдется нашему совместному предприятию дешевле, чем обычная рабочая сила. — Да, по крайней мере вдвое, если не больше, — сказал мистер Грефс. И поэтому, господин Винкель, вам следует понять, что я, как начальник управления, должен быть как-то заинтересован в этом. Винкель мысленно чертыхнулся. Этот бизнесмен в офицерской форме обладал чрезмерным аппетитом, черт бы его побрал. Став по существу компаньоном Винкеля, он еще хочет с него содрать взятку за предоставление рабочей силы. Однако лучше заплатить какие-то проценты этому Грефсу, чем переплачивать вдвое за рабочую силу. — Само собой, мистер Грефс, — приняв обиженный вид, протянул Винкель. — Как вы могли подумать, что я упущу ваши интересы? — Я с самого начала имел в виду предложить вам десять процентов с общей суммы договора на предоставление заводу рабочей силы. — Десять процентов? — переспросил Грефс. — А мне казалось, что вы хотели сказать двадцать. — Я имел в виду пятнадцать, мистер Грефс, — вздохнул Винкель. — Не хочу торговаться с контрагентом фирмы Кока-Кола, — согласился Грефс. — Так и быть. Через два дня воспитанники того самого лагеря, из которого был вывезен в Нюрнберг Коля Леонтьев, были отданы в кабалу господину Винкелю на самых выгодных для него условиях. Западня Через несколько дней после возвращения из Нюрнберга Вирт стал обдумывать план похищения научного труда профессора Вайнберга. Выполнение задания Грейвуда осложнялось тем, что в доме профессора жил Леонтьев. Вирт не сомневался в том, что советский полковник связан с американской разведкой. Но ведь Грейвуд не предложил и не разрешил Вирту привлечь полковника Леонтьева к этой операции. Вирт понимал, что Грейвуд по каким-то своим соображениям не хочет, чтобы полковник Леонтьев был осведомлен о похищении работы Вайнберга или хотя бы косвенно участвовал в этом. За те три раза, что Вирт побывал в доме профессора, он успел по старой профессиональной привычке хорошо запомнить расположение комнат. Полковник Леонтьев жил на втором этаже, профессор Вайнберга и его семья на первом. Однако оба этажа не были изолированы один от другого, и их соединяла внутренняя деревянная лестница, которая вела из холла наверх. Таким образом, если бы в первом этаже начался какой-либо шум, то Леонтьев, будучи дома, не мог его не услышать и, следовательно, не вмешаться. Окна кабинета, в котором Вирт разговаривал с профессором, выходили в сад. В комнате, смежной с кабинетом и сообщающейся с ним внутренней дверью, была спальня профессора, что также успел заметить Вирт. Значит, если удастся проникнуть каким-либо путем ночью в кабинет, надо было предусмотреть, что профессор услышит из спальни шум и войдет. А шума нельзя было избежать, так как на ночь окна виллы запирались. Взвешивая все обстоятельства, Вирт пришел к выводу, что совершить похищение двух папок с рукописями профессора можно только ночью, при условии, что полковник Леонтьева в это время не окажется дома, а сам профессор будет спать. Но как проникнуть в кабинет? Путь через окно в данном случае исключался. Дверь в подъезде, естественно, запиралась на ночь. Прежде всего Вирт решил выждать, когда полковник уедет куда-либо из города. Он знал, что Леонтьев, будучи комендантом города и округа, часто выезжал по делам службы в округ, а изредка в Веймар, где находилось управление советских оккупационных войск Саксонии. Чтобы выяснить, когда именно уедет Леонтьев, Вирт поручил своим агентам прогуливаться мимо здания комендатуры, проверяя, не стоит ли у подъезда Вишнева Мерседес-Бенц военного коменданта. Только через три дня Вирт сам увидел знакомую машину, в которую садился Леонтьев. Судя по тому, что полковника провожал его заместитель, которого Вирт также знал в лицо, Леонтьев уезжал за черту города. Дождавшись, пока машина уехала, Оглухов вернулся к себе, Вирт зашел в комендатуру и обратился к адъютанту с просьбой пропустить его к коменданту. Адъютант, запомнивший Вирта еще с первого визита, любезно ответил. — Полковник Леонтьев недавно уехал в Веймр, комрад Райхель, и вернется не раньше, чем через два дня. Сразу после его приезда вы можете рассчитывать на прием. — Благодарю вас, — ответил Вирт и, поклонившись, ушел. Итак, главное препятствие отпало на двое суток. Надо было немедленно воспользоваться этим и приступить к выполнению задания Грейвуда. Вернувшись к себе, Вирт лег спать. Еще в те годы, когда Вирт служил в гестапо, он принял за правило обязательно отдыхать перед серьезной операцией. Проснувшись поздно ночью, Вирт принял освежающий прохладный душ. Взяв маленький заряженный револьвер, карманный электрический фонарь и заранее приготовленную связку всевозможных ключей, один из которых мог подойти к замку входной двери в доме профессора, Вирт потушил свет и выглянул в окно. Стояла темная, ненастная, ветренная ноябрьская ночь. Самая подходящая погодка для предстоящего дела. Вирт надел непромокаемый плач с капюшоном и вышел на совершенно пустую улицу. Убедившись, что за ним никто не следит, он вскочил на велосипед и двинулся в путь. На углу улицы, где жил Вайнберг, Вирт остановился, прислонил велосипед к чугунной решетке углового дома, а сам, стараясь не производить ни малейшего шума, стал пробираться вдоль стен к знакомой калитке. Частый мелкий дождь шелестел в кронах подстриженных лип, которыми были обсажены тротуары. Низкие темные облака стремительно неслись над спящим городом, и в сыром тумане ноябрьской ночи чуть мигал вдалеке одинокий уличный фонарь. Вирт на мгновение остановился, перевел дыхание и посмотрел на свои светящиеся наручные часы. Было ровно три часа ночи. Часы показывали время правильно. Из центра города, со стороны ратуши, донеслись и проплыли в ночной тишине три низких удара городских часов. Вирт сделал еще несколько шагов. Вот и калитка дома профессора Вайнберга. В доме, по-видимому, все спали. Не светилось ни одно окно, как не светились окна и в соседних домах. На противоположной стороне улицы смутно белел киоск фруктовых вод, по крыше которого монотонно барабанил дождь. Уже два месяца в таких киосках, разбросанных по городу, неутомимый господин Бринкель организовал продажу пива, поскольку спрос осенью на фруктовые воды понизился. Вирт попытался открыть калитку. Неудачно. Тогда он перелез через невысокую чугунную ограду. Оказавшись во дворе, Вирт подошел к подъезду и стал осторожно подбирать ключ к дверному замку, стараясь действовать бесшумно. В конце концов ему удалось подобрать нужный ключ. Недаром он заботливо подготовил ключи для замков всех фасонов и образцов. Дверь отворилась, и Вирт на цыпочках вошел в темный холл, откуда, как он запомнил, вела дверь в кабинет профессора. Прежде чем пройти в кабинет, Вирт, затаив дыхание, прислушался. В доме стояла глубокая сонная тишина, подчеркиваемая монотонным тиканьем стенных часов в кабинете. Убедившись, что никто в доме не проснулся, Вирт осторожно открыл дверь в кабинет и прошел туда. Осветив фонариком комнату, он убедился, что здесь никого нет. Однако дверь, ведущая в спальню профессора, была приоткрыта. Надо было действовать с крайней осторожностью. Бесшумно подкравшись к письменному столу, Вирт осветил его. Знакомых толстых папок на столе не было. Очевидно, профессор спрятал их в один из ящиков стола. Вирт стал открывать эти ящики один за другим. Папок не было. Когда он открыл четвертый ящик, за спиной у Вирта раздался щелчок электрического выключателя, и в комнате сразу стало светло. Вирт резко обернулся. У двери, ведущей в спальню, стоял в ночной пижаме профессор Вайнберг. — Что... Что вам здесь нужно? — охрипшим от волнения голосом спросил он. Вирт молчал, лихорадочно обдумывая, как ему поступить. Сообразив, что другого выхода нет, он выхватил револьвер и скомандовал профессору. — Руки вверх! Старик бросился на Вирта и схватил его за руку. Завязалась борьба. Старый профессор оказался сильнее, чем можно было ожидать. Вирт с трудом повалил его на пол, навалился на него, но профессор продолжал сопротивляться. Вероятно, в конце концов победил бы Вирт, который был моложе и сильнее старика. Но внезапно распахнулась дверь из хола, и в кабинет ворвался с револьвером в руках молодой высокий парень в белом фартуке, надетом поверх пальто. Это был продавец из киоска фруктовых вод, дежуривший в эту ночь, как и во все предыдущие, по приказанию полковника Бахметьева в будто бы запертом и пустом киоске. Оторвав Вирта от профессора и ловко его обезоружив, продавец связал задержанному руки и тотчас же позвонил куда-то по телефону. Через несколько минут послышался шум подъехавшей машины, и в дом вошли два советских лейтенанта. Один из них был Фунтиков, дежуривший в эту ночь в комендатуре. Второй являлся сотрудником Бахметьева. — Простите, господин профессор, за столь поздний визит, — обратился второй офицер к Вайнбергу, который все еще не мог прийти в себя и, сидя в кресле, с трудом переводил дыхание. — Я не знаю, как благодарить вас, — ответил профессор. — Если бы не помощь этого молодого человека, — он указал на продавца, — все могло бы кончиться очень печально. Я прошу передать кому следует, что этот негодяй, проникший в мой дом с преступными целями, уже три раза посещал меня по поручению американского полковника Грейвуда, уговаривая перебраться вместе с семьей в американскую зону оккупации. Весьма сожалею, что своевременно не поставил об этом в известность господина военного коменданта. Но я никак не мог предположить, что приглашение американских властей может закончиться бандитским налетом. Это неслыханно, господа. — Прошу вас не волноваться, профессор, — произнес офицер. — Будут приняты все меры к охране вашей безопасности. Все, что вы мне сказали, будет немедленно доложено кому следует. Спокойной ночи, господин профессор. И офицеры вместе с продавцом увели Вирта. На допросе у Бахметьева Вирт действовал в полном соответствии с инструкциями, полученными от Грейвуда. Буквально в первые минуты допроса он бросился на колени и, всхлипывая, осознался в том, что является агентом американской разведки и по ее заданию сначала уговаривал Вайнберга перебраться в американскую зону оккупации, а затем, когда профессор отказался покинуть город, попытался похитить его научные труды. Вирт подробно рассказал о том, как Грейвуд снабдил его документами на имя Курта Райхеля, с которыми он являлся к советскому военному коменданту. — Явившись к полковнику Леонтьеву, я не знал, что он сам связан с американской разведкой, гражданин-следователь, — продолжал Вирт. — Кто связан с американской разведкой? — переспросил Бахметьев, решив, что он ослышался. — Полковник Леонтьев, — ответил Вирт. — О том, что он является осведомителем полковника Грейвуда, я узнал всего несколько дней назад от самого Грейвуда, когда был у него в Нюрнберге. — Вы что, с ума сошли или решили стать на путь провокаций? — сердито спросил Бахметьев, пораженный таким неожиданным поворотом дела. — Господин следователь, я говорю сущую правду, — начал уверять Вирт. — Именно полковник Грейвуд лично сообщил мне, что военный комендант Леонтьев является его осведомителем. Признаться, я сам был очень удивлен, но убедился в том, что это факт, когда мистер Грейвуд в моем присутствии поговорил по телефону с полковником Леонтьевым, обещал выполнить какую-то интимную просьбу его, а затем поручил мне отвезти секретное письмо полковнику Леонтьеву. — Какое письмо? — Какое-то секретное письмо, содержание которого мне неизвестно. Пакет был опечатан сургучной печатью, и я отправил это письмо полковнику Леонтьеву со своим агентом Вальдемаром Киндерманом. Киндерман мне доложил, что лично вручил этот пакет полковнику Леонтьеву. Он сказал коменданту, что какой-то немец, будто бы знакомый Киндермана, привез это письмо из Нюрнберга и просил его передать адресату. — А где находится Киндерман? — спросил Бахметев. — У себя дома. Бисмарк-штрассе 32. — ответил Вирт. Бахметев взглянул на своего помощника, присутствовавшего при допросе, и тот сразу вышел из комнаты. Через двадцать минут был привезен Киндерман — маленький человечек средних лет с модными усиками в потертом костюме. Перепуганный насмерть внезапным арестом, тот попытался было отрицать свою связь с Виртом. Бахметев дал ему очень короткую очную вставку с Виртом, на которой тот сказал. — Киндерман, все пропало. Говорите правду. Через полчаса Киндерман подтвердил показания Вирта. — Когда и зачем вы были у советского военного коменданта полковника Леонтьева? — спросил Бахметев. — Несколько дней тому назад господин Райхель — Киндерман не знал подлинной фамилии Вирта — дал мне пакет, опечатанный сургучной печатью. Приказал отнести его лично полковнику Леонтьеву и сказать ему, что это письмо мне передал знакомый немец, приехавший из Нюрнберга, от полковника Грейвуда. Выполняя указания господина Райхеля, я пошел в комендатуру и просил адъютанта Леонтьева доложить, что имею поручение от полковника Грейвуда. Полковник немедленно меня принял самым любезным образом. Я передал ему этот пакет и сказал так, как мне было приказано господином Райхелем. — Господин полковник поблагодарил меня и сказал, что напишет полковнику Грейвуду. Вот все, что мне известно по этому вопросу, господин следователь. Записав показания Киндермана, Бахметьев отправил его и Вирта в тюрьму, дав указание изолировать их друг от друга. Когда арестованных увели, Бахметьев позвонил по телефону в Берлин и попросил разрешения немедленно выехать с личным докладом, захватив с собой арестованных. Кроме того, Бахметьев просил согласия своего начальства арестовать остальных агентов Вирта, уже известных по данным наблюдения, которое велось за Райхелем Виртом с того самого дня, когда он впервые явился к профессору Вайнбергу. Предложение Бахметьева было принято, поездка в Берлин разрешена. На следующий день, когда вся агентура Вирта была арестована, Бахметьев выехал в Берлин, куда вслед за ним должны были привезти арестованных. Киндерман рассказал Бахметьеву сущую правду. Действительно, несколько дней тому назад он явился к Леонтьеву и передал ему письмо от Грейвуда. Сергей Павлович поблагодарил этого совершенно неизвестного ему человека за любезность, вскрыл пакет и прочел записку Грейвуда. Мой уважаемый коллега, полковник Леонтьев, я рад вам сообщить, что в самое последнее время мне, благодаря тщательным поискам, как будто бы удалось напасть на след вашего сынишки. Правда, я еще не могу вас порадовать окончательным ответом, и мне, вероятно, потребуется для этого некоторое время, но я твердо надеюсь, что мне удастся выполнить вашу просьбу. Это я рассматриваю как долг союзника и товарища по оружию. Я был бы очень рад, господин полковник, если бы вы в самое ближайшее время нашли свободный день и приехали в Нюрнберг. Я с радостью покажу вам город, в котором при всех разрушениях, причиненных нашей славной авиацией, право же есть еще на что посмотреть. Примите заверение в моей искренней симпатии и самые добрые пожелания. Полковник Грейвуд У Сергея Павловича забилось сердце, когда он прочел это письмо. Хотя в нем еще не было ничего конкретного, оно давало основание надеяться. Во всяком случае, оно свидетельствовало, что полковник Грейвуд помнит о своем обещании и старается его выполнить. Сергей Павлович считал себя обязанным ответить на письмо Грейвуда и поблагодарить его за участие. Он так и сделал, сообщив, что при первой возможности постарается воспользоваться любезным приглашением посетить Нюрнберг. Это письмо Сергей Павлович отправил Грейвуду по почте.